Всем привет! Приветики! Канал Айк ТВ с вами Павел. Мы начинаем новый, новый обзор сказочного патруля. На нашем канале уже был ранее обзор сказочного патруля, но по техническим причинам пришлось начать заново. Ух! Опять опаздывают, да еще бревно это прямо посередине дороги. Новики меня уже дождались, надо бежать скорее. Чтобы бежать, прижми палец к экрану и двигай в нужном направлении. Привет, девочки! Как здорово, что вы приехали. Вы будете в моем классе учиться. Кстати, меня Аленка зовут. А вообще-то ты опоздала, сказала Варя. Простите, спешила со всех ног, но там бревно поперек дороги упало. Теперь к школе через лес добираться придется. Иначе никак. А я Маша, привет! Через лес, так через лес. Я люблю природу. Через лес? Ой, страшновато. Я Снежка. Приятно познакомиться. Ууу, горюшка, девчонки. Зачем так волноваться? Внимание! Телепортируем! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий сказочного патруля. Обновленного сказочного патруля. Вот это да! Так вы супер волшебницы! Ой, Аленка, кстати. Я Варя. А это что? Наш новый дом? Ну и пылища. Апчи! Это точно, сказал летописец. Ой, говорящая книга? Вас это удивляет? Тогда я, наверное, ошибся адресу. У меня вот здесь написано, что сегодня у Мышкин приедут очень необычные девочки. Ну, раз вас удивляет говорящая книга, говорящий код, должно быть, и вовсе лишит вас дара речи. Как жаль. Выходит, вы не сможете мне помочь. Сможем, сможем. Как же? Я? Я могу помочь. А вы, девочки, наверное, прибраться хотели? Скоро вернусь. Задание. Найти кота на городской площади и поговорить с ним. Сюда записываются все поручения сказочных персонажей. Ты всегда сможешь узнать, что тебе нужно делать. А вот и код. Ничего не получается. Целый день бегаю и снимаю, а все фотографии размытые. А зачем столько фотографий? Просто винирную лапку лукоморья слышала. Так вот, это моя. А магниты с местными зверушками просто хит этого сезона. Может, я попробую поснимать? Ты, ха-ха-ха, держи фотоаппарат. Если что-то получится, сможешь оставить его себе. Только не хнычь, когда ничего не получится. Вот это кот смешной. Тебе нужно сделать для кота три фотографии печальки. Чтобы фотографировать, найди в городе существо. Подойди к нему и нажми на значок фотоаппарат. Понятно. Спасибо за помощь. Поздравляем, вы получили один фотоаппарат и две пленки. Два раза сфотографировать им нужно. Это наш рюкзак. Здесь хранятся все твои предметы. А вот и печалька. Чем ближе к центру, понятно-понятно, тем лучше фотографии получаются. Одно фото у нас уже есть. И еще одно. Отлично. Забыл сказать, если кончится пленка, просто купи ее в магазине сказ товара. Она тут недалеко, на центральной площади. Так, сделаем еще фото. Мы собрали нужные фотографии. Побежали к коту. Ну и у кого тут ничего не получится? Что? Ну-ка, давай-ка сюда. И правда хорошо вышло. Новичкам везет. Но уговор есть уговор. Фотоаппарат твой. А теперь иди, иди, девочки. Не мешай мне. Какой невежливый кот. Нужно вернуться и посмотреть, как дела у девочек. А вот и я, девочки. Какая чистота. Это надо сфотографировать. Неужели кот подарил тебе свой фотоаппарат? Чуды с ада и только. Это надо непременно записать. О, привет, волшебная книжка. Так вот, почему у тебя половина страниц белые. Разумеется, я летописец. И именно вы, девочки, заполните оставшиеся страницы удивительными историями. Ух ты, значит у вас впереди много настоящих приключений. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Этому городу нужны новые герои. Или это из какой-то другой сказки? Ладно, неважно. К приключениям нельзя подготовиться. Поэтому просто скажите. Поехали! Во время уборки Варя нашла ключ. И я точно знаю, что он от ворот парка. Выходит, кто-то запер ворота. Нужно все разуздать. А теперь выберите, кто из вас отправится на задание. Ребята, кого мы будем выбирать? Многие подписчики очень любят Варю. Может быть, ее выберем? Теперь ты сможешь выбирать, кто из девочек будет выполнять задание. Выбери Аленку, Машу, Варю или Снежку. Ребята, давайте выберем Варю. Пришло время отправиться на городскую площадь. Мышкин небольшой город, но если все время ходить пешком, быстро устанет. Чтобы сразу оказаться там, где нужно, используй карты. Она в телефоне. Смотри-ка, лесные мастера заперли ворота в парк. Непорядок. Так, туристы его не увидят. Нужно снова открыть ворота. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айк ТВ. Будьте в курсе новых серий сказочного патруля. Ребята, это обновленная версия сказочного патруля на нашем канале. Смотрите и ставьте лайки. Так, впереди мастер лесной. Давайте с ним поговорим. Хочешь открыть ворота? Не уверены, что это хорошая идея. Мы же не просто так их закрыли. В парке должны гулять люди. А ну-ка открывай давай поскорее. За этими воротами начинаются приключения. А к ним не все готовы. Где-то будешь веселиться, а где-то придется и потрудиться. Конечно, мы знаем, знаем. Не так все просто дается в жизни. А особенно в сказочной. Трудиться и веселиться всегда готово. Ого, а ты ничего, смелая. Нам нравится. Давай ключ. Ворота открылись. Ура, ура, ура. Перейти в локацию парк. Да-да-да-да. Парк важная достопримечательность Мышкина. А из парка можно попасть в сказочный лес. То есть раньше можно было. Ого, а что случилось? А сейчас нельзя? Вот здесь у меня записано, что теперь путь в сказочный лес закрыт. Нужно понять, что случилось. Иди на поляну путевых знаков. А как туда попасть? Я тебе подскажу. Кот ученый. На то и ученый, чтобы все здесь знать. Правда, характер у него скверный. Придется хорошенько подумать, как найти к нему подход. Побежали, ребята, искать, где... Кот. Где он может быть в парке? Где-нибудь, наверное, гуляет? Сам по себе. Как все остальные коты. А вот и кот грустит на лавочке. Да что же за день сегодня такой? Кто-то приделал лапы моему альбому с эскизами для магнитов. Ох, туриста, на минутку отвернуться нельзя. У него украли альбом с эскизами. Вот это да. Может быть, он его гетто просто забыл. Может, не зря говорят, что черный кот приносит несчастье. Я не черный, я темно-серый. Посмотри, посмотри внимательно. Ах, дети, что с вас взять? Отойди. Надоедливое ты создание. Кажется, кроме фотографии его ничего не развеселит. Давай используем мою магию и найдем дубовиков. Ищем дубовика. Побежали по парку. Давайте посмотрим, ребята, что тут интересного есть. А вот и дубовик. Сделаем фото. Одно фото есть. А вот и еще один дубовик. Отлично. Дубовик растеряха. А вот и третий. Я надеюсь, этого хватит. Да? В задании написано, что надо найти три дубовика. Это что, мои фотографии? Ну-ка, давай сюда. Откуда взяла? Это мои фотографии. Я их сама сделала. Моим чудесным фотоаппаратом? Значит, и фотографии мои, девочка. А они же тебе все равно не нужны. Бери, конечно, мне не жалко. А ты мне про поляну с путевыми знаками расскажи. Как туда попасть? Поляна? Какая еще поляна? У меня на ерунду времени нет. Нужно альбом для эскизов. Делать? Все, занят. Поза спроси. Бедный кот. Нелегко ему, наверное, с таким-то характером. Давайте поговорим с котом. Ну что, вспомнил про поляну? Делать мне больше нечего. У меня от покупателей отбоя нет. Работаю, не покладая лап. Вчера сам себе на ход. Восемь раз наступил. Значит, всем понравились мои фотографии? Вот именно, твои фотографии. Все их хотят. А где мне их еще брать, а? Я бы смогла сделать еще, если бы ты пообещал рассказать мне про поляну с путевыми знаками. Ах, шантаж. Сначала сделай, потом и поговорим. Ух, какой вредный кот. Это задание от кота. Какой же он хитрый. А вот эхо первое. Отличное фото. Побежали дальше. Второе эхо. Второе эхо. Вот, третье эхо. Отличное фото. Так, и три птички невелички, ребята. Три птички невелички. Ищем. Вы где спрятались? Птички, птички, птички. А вот она. Одно фото. А вот и второе, смотрите. Ес, 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 ес. Еще одна птичка невеличка. Эхо пока нам не нужно. Ищем птичек. А вот она. Отличненько, отличненько. Бежим к коту, бежим к коту. Привет, котик. Ну что, вернулась шантажистка? Ничего себе, что за обзывательство. Если будешь обзываться, фотографии не отдам. Ладно, не дуйся. Помни я про твои путевые знаки. А теперь давай сюда фото. Мне еще с типографией договариваются. Так что там со знаками? Типографии, подрядчики, дизайн. Тише, потом, все потом. Ух, ты меня раздражаешь, кот. Итак, ребята, кот ученый. Закончил свои дела. Давайте с ним поговорим. Если ты опять про свою полянку с путевыми знаками, то попасть сюда легче легкого, через мост. Так ведь мост разведем? Может и разведем. Не то какое дело. Я тебе на вопрос ответил. А как мост развести, это уже второй вопрос. О, хитрый кот, ребята. Ну как же так? По-моему, ты играешь нечестно. Честно, нечестно. Детский сад. Отнимаешь у меня время. А мне еще травы всякие нужно накопать. Трава сама себя не накопает. Может и накопает. Если я ей помогу. Тогда запомни. Каждое растение нужно класть в свой мешочек. Пару я дам. А надо больше? Можешь купить в магазине, искать товары на городской площади. Понятно, котик. Понятно. Поздравляем. Мы получили лопатку. Мешочек для растений. Ого-го. А вот и первое растение. Нам надо собрать три клевера. Ребята, три клевера. Клевер. Второй. Отлично. И еще один клевер. А, уже третий, ребята. Третий клевер мы собрали. Отличненько. Так, так, так. Бежим, бежим. Коту с ним будем разговаривать. Что там у тебя? Надо же не ошиблась. Все, что нужно, принесла. Что ж, договор есть договор. Позабочишься о рассаде. И расскажу тебе про твой мост. Ребята, вышло время. Нам надо поговорить с котом. Плохие новости. Мост свести нетрудно. Нужно просто повернуть вентиль. Только из-за дождя вентиль сильно заржавел. Его теперь ни за что не повернуть. Как же так? А что нам делать? Что же мне делать, пожалуйста, котик? Ну подумай. Ты же такой ученый. Ну, если подумать. Зелье чистоты могло бы снять ржавчину. У меня даже где-то в лавке было одно. О, нет, нет, нет. Я тебе его не дам. Пожалуйста. Да ты хоть знаешь, как сложно для него травы искать. Весь лес носом переродишь, пока найдешь. Да я... Ну ладно, ладно. Не хнычь. Отдам. Ура, ура, ура. Нам отдадут зелье чистоты. Давай, котик. Давай, давай, давай. Только ты взамен кое-что принеси. Вот, например, грибы. Искать их тоже не сахар. Они ведь только во время дождя растут. Вызвать дождь? Это просто сказала Снежка. Я могу помочь изменить погоду. Да, да, Снежка, помогай, давай. Пожалуйста, нам нужен дождик. Ура, ура. Сейчас начнут расти грибы. А, смотрите, нам надо три гриба найти и три одуванчика. А вот и одуванчика. Уже один мы, кстати, нашли до этого. Очень хорошо. Одуванчик. И грибы, пойдемте, ребята, побежали искать грибочки. Это блуздающий огонек. Вот гриб, гриб. Ура, ура, ура. Барабик, гриб-барабик. Один есть. Это бегония. Она пока нам не нужна. Еще один гриб. Отличненько, отличненько. А вот и третий гриб, ребята. Ура, ура, ура. Так, нам еще нужно найти один одуванчик. Ребята, один одуванчик. А вот он. Отличненько, отличненько. Так, 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 так. Все у нас собрано. Я не знаю, наверное, давайте к коту пойдем. Скажем, что у нас все ингредиенты есть. И пускай дает нам зелье чистоты. Так, давайте поговорим с котом и будем на этом заканчивать. Не промокло? Смотри, не вздумай заболеть. Ради доброго дела не жалко и заболеть. Раз ты так любишь добрые дела, почитай, что там пишут на доске объявления. Помощь всем нужна. А у меня не стола. Вот и займись пока. А я тебе твое зелье принесу. Друзья, группа 3 богатыря будет у нас совсем скоро. А сцена до сих пор не готова. Поддержим родной город. Ищем добровольцев для работы со сцены. Вот это новое задание, ребята. Давайте продолжим обзор сказочного патруля в следующем видео. А сейчас, ребята, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ.